200 обращений от горожан, 25 опасных школьных маршрутов в одном только Барнауле, из них 6 самые проблематичные. Таков итог целой серии рейдов представителей ОНФ. Участки определяли по жалобам самих барнаульцев. Исследования начинались с поиска опасных пешеходных переходов, но вскоре стало ясно, проблема гораздо шире. В определенной мере это является и, может быть, озвучанием проблемы занятости детей в нешкольное время, потому что особенно дети младших классов, которые приводят школу, через 3-4 часа их нужно забирать, родители работают, группы продленного дня, как правило, в школах нет возможности, нет, это тоже тема требует обсуждения. И чтобы хотя бы начать решать данную проблему, все эти маршруты должны быть освещены, тротуары и переходы безопасны. И вот с этим все непросто. По оценке собравшихся, ситуация парадоксальна. Если внутри кварталов порой все обустроено, то между кварталами, где порой идут школьники, встречаются заброшенные гаражи и другие опасные объекты. С погребами тоже очень сложная тематика. То есть, как только мы их начинаем трогать, даже в рамках комфортной городской среды, несмотря на общие принятые решения общим собранием, возникает тут же конфликтная ситуация. Вот остается один какой-нибудь погреб, ну и в итоге все вроде благоустроено, все хорошо, но вот есть то наследие, которое есть. Список проблемных маршрутов и объектов передали в администрацию города и районов. Месяц их будут изучать. Потом составят дорожную карту, список того, что нужно исправить. Правда, конкретные работы начнутся уже в следующем году. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.